Добрый вечер, дорогие друзья! Завтра у нас дата, печальная дата, 5 сентября. Ушел из жизни наш друг, замечательный человек, великий летчик Сергей Мельников, Сергей Николаевич Мельников. Бог его знает, может быть, когда, если бы он знал, а может, он видит, что мы собрались все здесь, чтобы почтить его память. Может быть, ему от этого там хорошо. Я вообще считаю, что далеко не каждый человек заслужит такого внимания, чтобы ради него устраивали такие памятные вечера. А он заслужил, безусловно, заслужил это. К сожалению, мало здесь его коллег, летчиков, но просто сентябрь, я просто знаю, что все в разлетах. Шендрик Володя во Вьетнаме, Арцебарский в Ахтубинске, там Фролов в Беларуси и так далее. А то бы, конечно, они здесь были. Горнаев просил передать всем привет, он в Лос-Анджелесе. Саша сидит сегодня, как он сказал, в том баре, в котором он сидел два года назад. И когда Сережа последний раз позвонил его, и поздравил его 1 сентября с днем рождения, и говорит, я понял, что он прощался. Так что, ну, тем не менее, спасибо всем, кто пришел сегодня в этот день. Вот, Сережа, вообще, за долгие годы моей с ним дружбы, нас, конечно, много сближало, и авиация сближала, и горные лыжи, и любовь к песне, любовь к стихам. Он никогда не пропускал юмористических концертов, которые я организовал поэтически, всегда приходил. Вот, и, ну, он был добрым человеком, не добреньким, а добрым. Но одновременно он был жестким человеком, он человек, который мог сказать правду, и подлецу сказать, что он подлец. Вы знаете, я храню журнал «Авиасалоны мира», там, наверное, одно из последних интервью с Сергеем, и где он говорит такие слова нашим эффективным менеджерам из правительства о них, о их отношении к нашей любимой авиации. Он такие слова говорит, что я вообще нигде такого не читал и не слышал, чтобы людей не боялись так говорить в лицо этим. Для нас, для большинства нашего круга, я имею в виду уже головоложный творческий клуб «Чигетия», в котором, кстати, он был учредителем и одним из основателей, он просто хороший парень, веселый парень, замечательный парень, с которым здорово находиться в компании, который всегда, когда он в компании, то все знают, что это будет весело, все будет замечательно. Но немногие все-таки из нашего гармолуизной тусовки знают его реальную работу. Собственно говоря, мы все, конечно, знали, все вы знали, что он герой, что он лёжеский испытатель, но многие даже не представляют, насколько велика эта профессия, насколько он был в ней велик. Я надеюсь впоследствии, что присутствующий на этом вечере знаменитый, наверное, самый знаменитый лётчик современности, Виктор Георгиевич Пугачёв, герой Советского Союза, нам немножко скажет о нём, о Серёже и о его, в его профессии. Но это чуть позже. А сейчас, разрешите наш вечер начать с минуты молчания в память о Сергее Михайловиче. Спасибо. А мы с Серёгой ушагаем по Петровке, по самой бровке, по этой, по самой бровке, жмём мороженое мы без остановки, в тайге мороженого нам не подаём. То взлёт, то посадка, то снег, то дожди, Сырая палатка, и путь, чем не жди. Идёт молчливо, в распадок рассвет, Уходишь счастливо, приходишь, привет. Идёт по взлётной полосе, мой друг Серёга, мой друг Серёга, Серёга Санин, Серёге Санин, ну легко под небесами другого парня в небо не пошлют. То взлёт, то посадка, то снег, то дожди, Сырая палатка, и путь, чем не жди. Уйдёт молчаливо, в распадок рассвет, Уходишь счастливо, приходишь, привет. Два дня искали мы в тайге капоты крылья, Два дня искали мы Серёгу, А он там час не долетел совсем немного, Не дотянул он до посадочных огней. То взлёт, то посадка, То снег, то дожди, Сырая палатка, и путь, чем не жди. Идёт молчаливо, в распадок рассвет, Уходишь счастливо, приходишь, привет. Привет, приходишь, привет. Приходишь, привет. Дорогие друзья, мы фестиваль наш и сегодняшний вечер начали с песни, которую сочинил наш великий современник Юрий Висборн. И наши вытопы фестиваля начинались с этой песни. В этом году её исполняла дочь Висбора, Таня и внук Юра. И, наверное, будет правильно, если лучшие люди нашей страны, которые называют лётчиками, штурмами, авиаконструкторами, вот у них сейчас нам, мы хотим с гордостью сказать, что у них есть свой собственный фестиваль. Авиационный фестиваль в городе Жуковском, когда наша страна сейчас начала выползать из кризиса глубокого в 90-х годах. И возглавляет это движение лучшие люди нашей страны, наши интеллектуальные центры, город Жуковский и фестиваль, который мы с вами провели 18 августа этого года. Фестиваль памяти в деревне. Да, полёт продолжается. И мы хотим сейчас попросить, как сказал Владимир Давыдович, одного, самого, наверное, знаменитого лётчика нашей современности, Виктора Дмитриевича Пугачёва. Заслуженный лётчик, председатель, генерал советского фестиваля. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, я ещё хочу сказать два слова, Виктор Юрьевич. Очень немногие лётчики имеют фигуру высшего пилотажа, именную фигуру. Вы знаете, петля Нестера, да? И вот Кобра Пугачёва. Вы все смотрели эту Кобру на Максе? Автор этой фигуры Виктор Юрьевич Пугачёв. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Я вот очень рад и горд той возможности, которая сегодня представилась мне, впервые быть на, к сожалению, впервые быть на этом фестивале. И я выражаю большую признательность к организаторам этого фестиваля, всем, кто сегодня здесь в зале, всем, кто был на фестивале в Жуковском. А я знаю, что отзывы о нём, ну, исключительно положительные. И авторитет его, безусловно, растёт. И это радует, потому что Сергей Мельников, это Сергей Мельников, это уже такое имя, живое имя, которое олицетворяет вообще не только лётчика-испытателя, а вообще лётчика по профессии и гражданина по сути. Вот здесь были показаны замечательные совершенно кадры. Я тоже к своей радости впервые многие из них увидел. Но я бы хотел сказать следующее, что вот маленькая часть той работы, которая здесь представлена, это работа по корабельной авиации, создание нашего первого первой палубного полка по помощи Казани, это совсем небольшая часть, хотя она занимает, хотя она занимает годы напряжённейшей работы. Это примерно так с 86-го, с 86-го по, практически по настоящее время. И вот ребята, которые говорили о вкладе Сергея в формирование и создание методики обучения и вообще освоение самолёта 133 на корабле, он, ну, трудно просто переоценить. Я бы хотел сказать о том, что Сергей — это личность, прежде всего личность, потому что в авиации, в профессии нельзя быть, ну, просто любителем авиации. В ней, особенно в лётных испытаниях, необходимо иметь желание и возможность полной самоотдачи, направленной на то, чтобы выполнить поставленную задачу. Вы представляете все хорошо, да? Ведь в руки лётчика-испытателя, в том числе и в его руки, неоднократно поступал самолёт, который только что создан многотысячными коллективами нашей страны. и вот это первый маленький ребёнок, который поступает на испытания, передаётся в руки лётчика-испытателя. Представляете, с какой надеждой и с какой верой все те тысячи людей, которые создавали этот самолёт, смотрят в глаза этому члену своей команды, которому доверяют своё детище. И здесь он, как профессионал, не имеет права ни на ошибку, ни на отвлечения, и тем более на самолюбование, самокрасование, потому что иногда, ну, бывает так, что кажется так, что слетал, полетал, что-то там сделал, какую-нибудь эту самую, да, грызу, и о тебе начали бы все говорить. Нет, в лётных испытаниях это исключено напрочь, потому что лётные испытания обязывают лётчика положить на плаху все свои знания, все свой талант, всю свою волю, всю свою надёжность и всё своё доверие, которое оказано ему огромным коллективом, для того, чтобы, вот, в конце концов, этот первый переведец стал на крыло, и в наших военно-воздушных силах, в наших военно-морских силах появился новый, в частности, наш истребитель. Сергей совершенно уникальная фигура, он жил, мне трудно говорить о нём вообще в прошедшем времени, потому что для меня он и сегодня рядом, и я часто, в общем-то, и вижу его, и во сне, и во его, и часто вообще-то общаюсь, потому что для меня он был очень близким человеком, вообще в жизни не часто бывает, когда у мужчин бывают настоящие, преданные, верные люди, с которыми можно долго, тесно работать и получать от этого удовлетворение и удовольствие, потому что, ну, все мы очень разные, и часто, или как по большей степени, в общем-то, имеем, может быть, больше противоречий, чем единственное. Вот Сергей, та самая удивительная личность для меня лично, которая, ну, практически, практически мы совпадали с ним во всех взглядах на жизнь, потому что он отличался тем, что жил не по понятиям, а по принципам. Его принципы были настолько чисты, и тверды, добры, что, вообще говоря, оппонентов у него по этому поводу практически никогда не было, а если были, то они не имели аргументов для того, чтобы, скажем, в каком-то принципиальном вопросе с ним можно было бы дискутировать. И мне это всегда было приятно отличать, потому что, в общем-то, по многим, действительно, очень принципиальным вопросам, ну, наши мнения совпадали. И это, поверьте, дорогого стоит в жизни, когда занимаешься серьезной работой. Сережа, как профессионал, о нем, можно говорить, нескончаемо, потому что, придя на фирму после школы летчиков, до этого он закончил ЕИСК авиационное училище, затем служил в нашем авиационном полку в Кировраде, и везде, сейчас, его инструктора, его командиры, те еще, кто, кто еще ходит по этой земле, прекрасно помнят и, ну, говорят о нем, как о курсантах сегодняшнего дня, то есть, он, он, в их сердцах остался курсант Мельников, со своими, со своими приколами, со своими понятиями, со своими принципами и с той техникой, с той техникой пилотирования, которую они ему вручили, с которой он пошел в жизнь. А, видимо, и родители, безусловно, родители, и та среда, в которой он долгие годы жил, работал, общался, привела к тому, что вот он стал тем, кем есть. Он заслужил, заслужил этот фестиваль, ну, не, как бы сказать, заслужился этот фестиваль действительно своей, необыкновенной, со своими обаянием, чувством дружбы ко всем, с кем он соприкасался, чувством уважения и доброго отношения к каждому, кто имел с ним возможность работать и общаться. Сережа один из тех людей, которые, с которыми, вот мы говорим, да, можно пойти в разведку с человеком или нет, да, это как, как такой показатель надежности. Так вот, о нем, можно сказать, это совершенно спокойно, с ним можно было идти куда угодно, не просто в разведку, можно было идти в ресторан, значит, в Завиаловку, можно было ехать было за виноградом, в любое место, и ты точно знал, что рядом с тобой совершенно надежный, твердый, уверенный и понимающий тебя человек. Я благодарен судьбе, благодарен судьбе, что вот в моей жизни было, может быть, два таких человека, это Николай Федорович Садовников, с которым я начинал работу на фирме, он был старше меня и какой-то путь проложил, может быть, подсказал мне, а затем, когда Сережа пришел к нам, то, может быть, в какой-то мере, может быть, я для него на начальном этапе был таким, значит, ну, каким-то маяком, и это, еще раз говорю, дорогого стоит, ну, а то, что он герой России, полковник Северного флота, об этом, замечательно сказано в этом фильме, но он еще также авторитет нескольких, нескольких авиационных держав, таких как Малайзия, Индонезия, Вьетнам, его там, замечательно, прекрасно знают, это человек, который научил, вообще говоря, десятки, ну, боевых летчиков в других странах, а это вообще тоже очень непросто, потому что, ну, Сергей замечательно говорил по-английски, но, может быть, иногда не нужно знать какой-то язык, нужно иметь просто некую самоотдачу сердечную совершенно, которую он, безусловно, обладал, и процесс обучения вот иностранных летчиков ему давался как никому легко, ну, а те задачи сложнейшие, которые он выполнил на вот этапе переучивания наших летчиков по заправке топлива, по перегону самолетов на корабль, тогда, когда этого не мог никто сделать, в стране он один остался, который в декабре месяце мог в позапрошлом году перегнать в позапрошлом погоде перегнать самолеты на корабль, ну, можно себе представить, ну, вот один, больше не было, хотя, значит, как бы были подготовлены ночи, но на север наступила ночь, как бы, может быть, по закону и он не мог бы этого делать, но мы вдвоем, мы вдвоем так собрались, север и сказали, ну, а кто еще, кроме тебя, ну, некому, ну, давай, север, лети, и он после каждого перевода из вертолета докладывал мне по телефону, говорит, я уже один перегнал, теперь гоню за вторым, это огромное доверие, огромная ответственность, которая лежала на нем, но, вот еще раз говорю, сила и дух, и душевная широта этого человека заключалась в том, что он точно знал, что это он может сделать не во благо себе, а во имя, во имя какой-то большой цели, это вот его косырная карта характера, ну, если еще, может быть, что-то. Спасибо. И его значок, и любимые песни ваши и Сереги. Спасибо. Ну, сейчас я хочу дать слово замечательному барду, другу, авиационную технику, как он подсказывает, Михаил Калинк. Я всю жизнь работал, оказывается, рядом, и занимался тем, что обеспечивал ряд моментов, связанных с нашей обороноспособностью, вот, и всю жизнь завидовал летчикам, на которых я смотрел очень издалека, вот. Сергей Николаевич, человек, который впервые выполнил 100 и 200 посадок на палубу авианосца, человек, который выполнил более 500 посадок на аэрофинишер с различными вариантами заправок. Сергей Николаевич в 95-м году при отработке складывания крыла в режиме предельных ветровых нагрузок поврежден левый крылевой топливный бак самолета Су-33. Вот. И впервые в мировой практике Сергей Николаевич поднял самолет с вытекающим из крыла топливом с палубы стоящего у причала крейсера. В штатных условиях взлет-истребителя может проводиться с палубы только движущейся с определенной скоростью корабля. То есть он его поднял, пригнал на аэродром города Североморска. В 95-м и 96-м году в качестве летчика-испытателя принимал участие в 4-месячном автономном первом боевом походе авианосца адмирал Кузнецов, где провел испытания системы вооружения. Поручалось ему подниматься в воздух на самолете Су-33 на боевое дежурство в открытом Атеане для выполнения автономных полетов на предельное расстояние. Отсутствие запасных аэродромов предполагала катапультирная летчика при возникновении серьезных аварийных отказов. Однако в экстремальных условиях Сергей Николаевич сумел избежать покидания самолета и сохранил истребитель, осуществив посадку при обрыве 3-х из 4-х принимающих тросов. Викторович, длина посадочной палубы сколько метров? 120? 180. Посадочная палуба длиной 180 метров. А длина корабля 330 по-моему 200 305 метров длина корабля 180 метров длина посадочной палубы а длина участка где аэрофинишер метров 20 40 метров а расстояние между тросами 10 метров то есть представьте а самолет на посадке весит 24 тонны а посадочная скорость 240 километров нет это я просто люди представляете 24 послушайте внимательно пытайтесь понять для чего я все это говорю самолет весом 24 тонны на скорости 270 километров в час нужно притереть с точностью 10 метров чтобы гаком посадочным это крючок такой сзади захватить третий трос аэрофинишера и тут у тебя рвутся три троса из четырех вот и он самолет сажает средиземном море неоднократно вылетал я об этом никогда не знал я в интернете прочитал он мне позвонил и говорит поздравь меня пожалуйста меня допустили до летной работы то есть его допустили летать опять между небом и землей между жизнью и смертью испытывать замечательное железо изготовленное замечательными нашими рабочими у нас тут есть один летчик у которого техник забыл пустили отвертку и у него потом пришлось самолет сажать в каком состоянии он посадил меня поздравить пожалуйста меня допустили до летного то есть он не позвонил когда его там депутатом выбрали когда его там еще что он позвонил меня допустили на войну летать вот в Средиземном море неоднократно вылетал на перехват американских и израильских самолетов стремящихся приблизиться к авианосцу адмирал Кузнецов своими умелыми действиями и маневрами завязывал учебный воздушный бой вынуждая иностранных летчиков удалиться от места проведения учебно-тренировочных полетов строевых российских летчиков осваивавших взлет и посадку на палубу корабля когда он он говорил что я когда езжу на этом БМВ на своем по Москве и меня останавливают гаишники я им потом показываю удостоверение и объясняю что вы знаете я летчик я с меньшей скоростью ездить не умею вот я хотел сказать знаете что вот такую вещь у нас к сожалению в стране перепутаны вверх снизом лево и право у нас почему-то звездами считают детей которые не умеют ни писать ни считать ни говорить ни петь вот они умеют по бумажке там какие-то выученные чужие слова и музыку значит исполнять в камеру а потом хлопают дают им денег и все это дело продолжается или люди которые умеют писать стихи и петь песни а вот люди которые делают то что никто не может сделать вообще кроме тебя о них почему-то забывают регулярно в славное советское время было принято что люди должны ездить вот те кто пишут песни прозвольные они должны ездить в жизнь эту жизнь видят а потом то что хорошее в этой жизни есть показывать всем остальным вот у нас есть это у нас есть вот это у нас есть вот это а сейчас у нас судя по нашему телевидению у нас кроме Аллы Борисовны Пугачевой и так далее у нас ничего хорошего и нету ну и реклама снитерсов и прочего мы считаем что это неправильно мы считаем что настоящие звезды это вот люди которые сейчас в зале у нас здесь сидят некоторые из нас Который действительно светит на ней где-то И ни одна сволочь ничего с этим не сделает Летишь Ты все время летишь Ты все время в пути Где тельцы, а где рыбы найти Жаль тебя не найти Ты все время в пути Меж удачи и ошибок Мотив Твой высокий мотив Горло перехватил Мы же все люди просто Прости Нам с тобой по пути Но придется прести Через жизнь К росту Полет продолжается Полет продолжается И зуб поднимается Твоей дорогой Полет продолжается Высота не снижается И ты улыбаешься Нам сегодня, Серега Летишь Летишь Ты все время летишь Продолжая светить Ночи, дети, и в небе Уйти От тебя не уйти Ночи, дети, и в небе Ночи, наши жизни Ночи, наши жизни Без тебя добрым не был Ласковой улыбке Танюшиной Правильной моей фотографии Мы с тобой общими душами Время жизни верно истратили Те, кто в небе Плечи расправили Платят за свою и на ход Видно, не составилось правило Лучших забирает Господь Те, кто в небе Плечи расправили Платят за свою и на ход Видно, не составилось правило Лучших забирает Господь Летишь, ты всё время летишь, ты всё время в пути Где тельцы, а где рыбы? Найти, жаль, тебя не найти Ты всё время в пути, без удач и ошибок Ну и вот у каждого из нас есть учителя У меня один из моих учителей Юрий Юрьевич Висборг Да, и я хочу ещё сразу Вот комбинезон мне подарил Мне было ужасно приятно Я его храню, мы его стираем, гладим там и всё остальное Барт Михаракалин, полковник Барт Михаракалин Да, вот, и ещё, вот тоже похвастаюсь, и галстук На нём были раньше нарисованы, значит, МиГ-23 и МиГ-21 Это индийские эти самые лётчики ему там подарили И он мне его подарил тоже Вот я вот схожу, и когда у меня хорошее настроение Или когда я еду на какую-нибудь очень важную и серьёзную работу, которую я боюсь ужасно И вот чтобы получилось, я одеваю обязательно серёдину галстук И получается Он, конечно, нас видит, он, конечно, нас сейчас всех Он всем улыбается, вот, и он нас прикрывает сверху Вот, а я спеть хочу песню, которую я писал очень долго, на самом деле Потому что вот великие песни Висбора, их, конечно, невозможно повторить Вот, но мы же все дети в душе, хочется чё-то самому тоже подпрыгнуть И там, вот, и вот Песня про Серёгу, которая была написана Подражание песни Висбора, я честно говорю Вот, то есть Песня Висбора, написанная Михаилом Халитом Посвящается Сергею Николаевичу Миленькову Самая любимая фотография Серёгина Это когда он сидит в кабине самолёта, у него кормушка в руках И у него вот Вот он всем, значит, пиндосом Мы вас гармошками закидаем Не шапками, а гармошками Своей взлётной дорогой Толкнув железный пароход Взлетает Миленьков Серёга И самолёт его сухой Повыше вверх, поближе к краю Где кроме неба никого И солнце близкое играет На мокром блистере его Баян окно почти потрогав И отыскавший нужный тон Выводит на небо Серёга Сухого двадцать восемь тонн И он пронзит любые доли И разрешит любой вопрос И долетит он и завалит Вернётся и поймает трос Желанно очень для любой серьёзной нации Что по земле шагает собственной дорогой Иметь немножко корабельной авиации И мужиков таких, как Мельников Серёга Иметь немного корабельной авиации И мужиков таких, как Мельников Серёга И наблюдая за разбегом Все останавливают речь И подымают взгляды в небо И расправляют крылья плеч И чувства старое накроет Покуда он летит легко Что мы с тобой страна героев А не приют для дураков Летит прекрасной синей птицей Что всех сильнее и умней Которой можем и гордиться В любой заморской стороне Сквозь наши жизни безнадёги На суетой и чепухой Взлетает Мельников Серёга И самолёт его сухой Желанно очень для любой серьёзной нации Что по земле шагает собственной дорогой Иметь немного корабельной авиации И мужиков таких, как Мельников Серёга Иметь немного корабельной авиации И мужиков таких, как Мельников Серёга Иметь немного корабельной авиации И мужиков таких, как Мельников Серёга Аплодисменты. Для меня праздник. Я про себя говорю. Хотя дата трагическая, хотя дата грустная. И мы, Серега, были раки. А раки, вы знаете, они всего на свете боятся. Поэтому делают хорошо. Но для меня это праздник. Потому что это настоящий человек, настоящая звезда, свет которого падает на нас всех. И мы поэтому смотрим в зеркало и видим отраженный от этого человека свет. Видим себя. Вот у меня вот это есть, вот это, вот этого у меня нету и не будет никогда. И это, вот, это есть жизнь настоящая. Мы же не будем говорить, что жизнь это когда мы деньги зарабатываем, там где-то бегаем, там суетимся, да. А вот это вот и есть жизнь, когда ты с этим человеком пообщался, ты понял, что ты с ним можешь на равных что-то делать. И, господи, какое счастье, что я, наверное, за свои 52 года жизни, 53 года жизни что-то научился. И дальней авиации. Владимир Дорожьевич Городиевский. Знаете, вот я с Сергеем познакомился, когда он был курсантом школы летчиков-испытателей. И приехали они в Терскол. Тогда горные лыжи были, входили в систему обучения, по-моему, летчиков-испытателей. А в каком году? Ой, 86-й что ли. Да? 86-й. Вот. Потом на какое-то время мы расставались, а потом лет 15 уже назад, вот в этом зале, в этом зале подошел ко мне человек, Сережа подошел, я его вспомнил, конечно. Он подошел, они пришли после помина какого-то летчика, я даже не знаю, кого, они были в Жуковском, с кладбища Быковского пришли, с Горнаевым, с Сашей, и они были слегка поддаты. И он шел к концертку, он мне подошел и говорит, спой Аннушку. То есть вот он помнил ту песню, которую я пел когда-то в Терсколе, на этом вечере. Песня это Бориса Вахнюка, Аннушка это Ан-2 самолет, Антон, соответственно, самолет Ан-12. На судьбу нелетных лиц надо, надо ли на долю, на такую пенять, глупо, но надо у менять, а надо ли, изолив креста, накрещать их, менять. Паса на взлете гудит бетоном, над аэродромом погода звенит. Не угнаться, Аннушки, за Антоном, ты уж меня, Аннушка, извини. Самые нелегкие наши трассы, самая нелегкая наша судьба, те, кто здесь летает, зовутся асами, и, пожалуй, это совсем не зря. Паса на взлете гудит бетоном, над аэродромом погода звенит. Не угнаться, Аннушки, за Антоном, ты уж меня, Аннушка, извини. И пускай чего-то здесь меньше, чем где-то, но зато в судьбе бесконечной назло. Золотые звезды кладет планета на твое плечо, на мое крыло. Паса на взлете гудит бетоном, над аэродромом погода звенит. Не угнаться, Аннушки, за Антоном, ты уж меня, Аннушка, извини. Ну, вот и после этого вечера мы с Сергеем уже как бы не расставались и дружили все. Эти годы, сколько Бог дал. Еще я хочу спеть одну песню, которая была им любима. Это уже моя песня. То есть в год своего увольнения из военно-воздушных сил, из дальней авиации, я написал песню от лица самолета, от лица самолета Ту-95, которая выполняет свой последний полет в силу обстоятельств, что у него закончился ресурс, его перегнали на базу разделки и на мелкие части еще раз тащили, чтобы американцы могли посмотреть, что самолета стратегического еще одного в России больше нет. вот, как мне сказал тот же Борис Вахнюк, с которым я познакомился уже в те годы, он говорит, я понимаю, конечно, что эта песня не только о самолете и не столько о самолете, как и о тебе самом, и как о всех нас, кто прощается с авиацией, а у каждого наступает такой момент. Вот, и Сергей, вот, ее, эту песню очень любит. Начинает песня от лица самолета. Мой окончился срок, отработан ресурс, отлетался я, брат, отбомбился. Мне остался один заключительный курс, тот, к которому я не стремился. И пускай я устал, мог еще полетать, просекая воздушные волны, Но теперь на меня Уже всем наплевать, Скоро срежут винты И пилоты. Помню все, До самых последних минут Да, мне погибает мечтатель, Но особенно помню Свой первый маршрут, Как меня усмирял испытатель. Выбиваясь из сил, Я хотел доказать Свой характер, нрав и гордыню, Но что рвал он руками Сумел удержать И в узде меня держат А ныне иногда я прыкался, Движки выключал И сиреной ревел в перепонки, Но всегда экипаж, Он свое дело знал И меня доводил до бетонки. А потом инженеры Лечили меня, Заменяя больные детали, И я помнил об этом, Имя верность храня, Уносясь в поднебесный дарь. Тридцать лет — это срок, Отработан ресурс, Отлетался брак, Отбомбился, Мне остался один Заключительный курс, Тот, к которому я Не стремился. Не увидите мне больше Багряный закат, Океан обезбрежный, Волны. Я кончил уже Мой последний парад, Скоро слишь цветы Эпилоны. Окун, идеальная версия Владимир Владимирович. Дорогие друзья, ну известно, что все-таки главным делом Сергея была, конечно, авиация, то есть горные лыжи, как наш клуб, это все хорошо, но все-таки главное дело это была авиация. И особенно это корабельная тематика. Виктор Георгиевич уже об этом говорит. Была создана лидерная группа среди военных летчиков, которую возглавлял знаменитый генерал Тимура Пакидзе, который герой России. И 17 июля 2001 года он погиб, выполняя полет. Но его дело как бы подхватили другие люди из первой десятки палубных летчиков. И мне очень приятно, что здесь в числе сегодняшних гостей этого вечера находится один из этих десяти летчиков, герой России, заслуженный военный летчик, генерал-лейтенант авиации, командующий авиацией Тихоокеанского флота Иван Иванович Бахланко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер. И врачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Прошу прощения за маленькое опоздание. Немножко в центре забыкнулся. Большое спасибо за приглашение. На столь замечательный вечер. На столь замечательный вечер, посвященный Сергею Николаевичу. А Сергей Николаевич, товарищи, друзья, любимые, можно говорить, очень много, всю жизнь. У меня отсюда корабельный лётчиков, лётчиков-паука 279-го села Сергей Николаевичем уже сбазывали. И вот два человека, которые дали возможность уже молодой России освоить то, весьма сложное дело, полёты с несущего корабля. Как Тимур Автонидович говорил, что человечество не придумало ничего сложнее, чем полёты с авианосца. Но астроломием отличался всегда Сергей Николаевич. Вот чтобы вот так в жизни, что то, что он сильнейший лётчик, высочайший методист, много допусков, которые записаны в моей лётной книге, это Сергей Николаевича, видно, что тоже это заправка по лёту в воздухе. Но то, что он обладал ещё чувством юмора, чувством тонкости, педагогической тонкости, подойти, найти подход к каждому лётчику. Островый лётчик, вы знаете, всегда зажатый в определённые уставы, законы, регламентирующие документы. Лётчик-испытатель – это свободная личность. Вот он обязан поднимать вот этот металл в воздух, учить его летать. Ну, тут предоставили им ещё учить на островый лётчик. Поэтому мы, коллеги Сергея Николаевича Викторовича, принялись с большим глубоким уважением и гордостью, что такие два великих человека будут сопровождать наш полк в освоении корабля. Ну, соответственно, и освоение самолёта, потому что это всё начиналось снова с островыми лётчиками. Ну, Сергей Николаевич, вот чтобы подчеркнуть тонкость его души, вот на первый боевой поход, когда мы пошли, у меня родилась дочь. Ну, так получилось, что заставили по воле и по судьбе женился перед боевой службой, и на боевой службе у меня родилась дочь. И вот многие поздравляли, многие дарили, многие приглашали. Вот Сергей Николаевич Мельников, что бы вы думали в Средиземном море подарить? Соску дурачок. Я говорю, Сергей Николаевич, ты где нашёл, говорит, места нужно знать. Поэтому вот чувство вот такой заботы и внимания, он предвидел, что это случится, ну, и решил сделать такой маленький сюрприз. Маленький сюрприз. Ещё после окончания боевой службы, когда встречали нас с боевого похода, Сергей Николаевич в числе первых перегонял самолёт с корабля, делал до разведку. Ну, соответственно, встречались с хлебой и солью. И он помнит прекрасно. И Сергей Николаевич на марте или в автарии он купил маски. Вот, не буду уточнять страну, наверное, на марте. Вот различные чудовищные маски такие, приземлился, одел и, соответственно, заруливают на стоянку. А там, с хлебой, солью все встречают, жёны и прочее, фонарь открывается, и это чудовище выходит, поднимается с корабли на самолёт. Ну, вот это Сергей Николаевич Мельников. То, что он, Сергей Николаевич, находил подход к каждому, в каждой ситуации, к каждому. Вот невозможно было услышать, чтобы Сергей Николаевич ругался с кем-то и говорил какие-то жуткие слова, ну, уставные слова. Вы знаете, в армии, что страна, то, армия без мата, что страна без дипломата, понимаете? Сергей Николаевич никогда этим не пользовался, потому что достаточно лётные и методические качества ну, позволяли ему это делать очень корректно и весьма. Но то, что он обучал поводных лётчиков, я могу сказать, и вот заслуга Сергея Николаевича, в том, что мы с корабля не потеряли ни одного лётчика. И по сведению полк работает, летает, осваивает, выполняет боевые походы, и все живы, все здоровы, ну, соответственно, бывают нюансы. Ну, это уже лётная профессия без аварии и катастроф немыслимо. Понимаете, как решительство имеет начало и имеет окончание. Так идёт на работу. Сергей Николаевич – это тот человек, которым должны гордиться все. И фирма Сухова, и Северный флот, и всё лётное сословие, с которым были знакомы с Сергеем Николаевичем. И я, честно говоря, рад себе, что вот так повезло в жизни не только быть знакомым, но и сидеть в воздухе и выполнять полёты при решении сдать боевые сходы. Поэтому спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас нам что-нибудь споёт про авиацию. Майор Михлюков. Лёгкий-пистрибитель. Ты не готов, да? Готов. Да, у нас всегда готов. Майор Михлюков. Майор Михлюков. Майор Михлюков. Сейчас он будет настраиваться. Ноты проверять. Я понял. Сходу, с листа? Он умнее нас, он знает ноты, господа. Он может себе позволить пару минут тут сейчас настроить гитару постоять. Валерий Михалюков, бывших летчиков не бывает, поэтому я скажу, что летчик СМИГ-31, летчик ПВО. Написал классный альбом, у него есть, ребята, кто еще его не слышал, который называется «Улетные песни майора Михалюкова». Замечательный альбом. Привет, ВВС. Кружит наш борт над полигоном. Привет, ВВС. Над голубой браслет погона ложится тень листа, как мы и так. От затаенной где-то в сердце боли, встречи со страной чудес. Привет, ВВС. Аэродром, стеклей, кабинет. Привет, ВВС. 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 Жибет сигнальная ракета, привет, ВВС в коротком взлёте побьет. Качнув крыло с небес, А дарит память ему, как розовым билетом. Знакомый страну чудес, Как будто снова дома. Я иду по тёплым солнцем с олитой бетонки. С дентябрьскую пронзая сенью, Летит мой крик, и кующие звонки, Как будто снова дома. Я иду, перчатки в термошлём небрежно бросить, Орыгая девчонка осень, Сплетает в небе паутина с седину. Моя девчоночка жальная осень, Уже с полтика сметает седину. Привет, ВВС. Дело в том, что мы с Серёгой, собственно, ведь и не были друзьями, так большому счёту. Мы были просто хорошими приятелями, которые вместе катались на горных лыжах. Нас связывала одна и та же профессия, лётная работа. То есть наши чувства были, в общем, где-то идентичны друг к другу. Поэтому мы с ним, не соприкасаясь довольно близко, вот так вот жёстко, да, Мы с ним не совсем чувствовали объединённую какую-то определённую тягу друг к другу. Поэтому, пересекаясь очень редко, мы иногда очень много разговаривали, говорили. Вот. Но при этом я подчёркиваю, с закадышным другом, конечно, с закадышными друзьями мы с ним не были. Единственное, что я могу вспомнить сейчас из того, что мы, когда мы с ним и познакомились, и, как вот, при общении, при общем, Меня поразило то, что, где бы я ни находился, вернее, как вот, где бы я ни заходил, куда вот, где находился Серёга, Он постоянно был эпицентром. То есть, вот, не было такого случая, чтобы вот кто-то был главнее, чем он. Поэтому мне с ним соперничать не приходилось, понимаете. Поэтому я и не хотел с ним соперничать. Поэтому как-то всё время так вот были, на проливе шли. И познакомились с ним, познакомились с ним, вот, именно в тот момент, когда вот он также вот был центром внимания, А я вошёл, как вот, и тут на меня тоже внимание обратили, и нужно было куда-то сделать передвижку. А был какой-то ещё лохматый год, девяностый, я не помню, вот, я ещё играть толком-то элементарь не умел, так, поскольку-поскольку. И нужно было что-то спеть такое, ну, чтобы, как бы, вот, объединяющее, да. И я вспомнил, что я знаю песню про Серёгу, чёрт возьми, вот, и спел её. Вот по этой песне мы, собственно, и познакомились. Ух, были времена, и было времечко, Где вы пудрые, мягкие, как лёд. Мы года щелкали, словно семечки, И гуляли ночи напролёт. О, пролетели буйные и смелые, Эти непутёвые года. О, девчонки, что мы с вами делали? Что вы с нами делали тогда? О, да что со мной? Что же, не тревожь ты меня, не тревожь. Ох, Серёжа, ох, Серёжа, Не вернёшь ничего, не вернёшь. О, помнишь ли ты синие скамеечки? Помнишь ли тут белый сирень? Как с тобой с трамвай без копеечки Мы с тобой катались целый день. Помнишь полосатую теньяшечку, Брюки шириною в полдуши, С нигде мы летали не приснятся. Нынче мы пожили, всё спешили. О, да что за мною? Что же, не тревожь меня, не тревожь. Ох, Серёжа, ой, Серёжа, Не вернёшь и ничего не вернёшь. А ещё купались бречки голые И старались всех перемернуть. А помнишь, как мы плакали над голубем? Этих слёз нам больше не вернуть. Помнишь, как дрались мы с целой улицей, Голодали в вере и судьбе? Верили учительнице, улице, Как теперь не верим и себе? Ой, да что со мною? Что же, не тревожь ты меня, не тревожь. О, Серёжа, о, Серёжа, Не вернёшь и ничего не вернёшь. Ой, Серёжа, ой, Серёжа, Не вернёшь и ничего не вернёшь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вовф, ты меня извини, да? Вот «Народ» поставил другую песню, можно? Ну и история, то есть все знаете, да? Однажды, кто-то не знает, поднимите руки, все знают. Один человек не знает, для него специально рассказывают, для второго. Был ясный, погожий солнечный день, и Серега на параплане приземлялся на Чигетскую поляну. Но Малеха не рассчитал глиссаду снижения и сел на крышу автобуса Митсубиси. Но вторая Митсубиси был этот крутой автобус. Он этот дорого стоил. И шатер туда вывалился, как контуженный парк по банке, чтобы он никого не трогал, только бум в башке. Ну да, вывалился. Посмотрел, там вмятина такая рубленная. Ну, он уже лыжами поземлился. Сам-то вроде ничего. И Серегу за грудки говорит, давай этот, с автобусом рассчитываться. Серега не стал долго его взять. Ну, он сто баксов ему отдал, вручил. А по тем временам сто баксов, это были хорошие деньги. Я помню, на них этот, в Терскол приехал и уехал. Все остатки остались, помню. Ну да. Ну вот, поэтому, Серега ему мотал сто баксов и исчез. Мы его потом искали, искали. А он сидел там, этот, спокойно в баре и рассказывал всякие анекдоты. То есть, забыл уже про этот случай ко мне давно. Ну, в общем, интересный был. Момент такой. И когда я ему в этот день написал эту песню, ему пропел, ему она очень понравилась. Как ни странно, да? Вот. Вместе с Мисбером, принцесса. Вместе с Мисбером. С Серегой Мельником идем по козыречкам. Фью, до точки, блин, и я до точки. Равняем мордами крутые бугарочки. В Москве культурненько вот так, не отдохнешь. То взлет, то посадка, то мир, то чигет. Старушка-канатка И жены рядом нет Идешь молчаливо С Серегой в гусьвет Уходишь, счастливо Приходишь, привет Идет на взлет, на параплане Рук Серега Народ молодеет, блин Ну так на бога Ему доступна здесь любая недотрога Ведь параплан кому попало не дают Автобус новенький стоял, как на параде Серега сверху, блин, Серега сзади Теперь в Саратове, Москве и Петрограде За крышу сметую, лишь баксами берут То взлет, то посадка То мир, то тигет Старушка-канатка И жены рядом нет Идешь молчаливо С Серегой в гусьвет С Серегой в гусьвет Уходишь, счастливо Приходишь, привет Три дня искали Заикастого шофера Три дня искали Мы, Серега А он в гуфете разминался понемногу И не страдал он от отсутствия посадочных огней То взлет, то посадка Ты, то мир, то тигет Старушка-канатка И жены рядом нет Идешь молчаливо С Серегой в гусьвет Уходишь, счастливо Приходишь, Серега Привет Спасибо, Валер Спасибо Я хочу, кстати, добавить чуть-чуть два слова о параплане Отлично Молодец Все Был у Сережи случай, когда летом на Чикете он сломал две ноги на этом параплане Приземился в этом цирке, знаете все, да? На Чикетской поляне Сломал две ноги Это зимой там народу много А летом там никого И вот он, как морей сел, дополз до ступенек гостиницы Чикет И там вот его уже подобрали Эти альпинисты, возвращавшиеся с восхождения Ну, а потом Он снова приехал, когда все зажило Кстати, приходилось даже дверь в туалете снимать, да? Потому что обе ноги в гипсе Дверь не закрывалась Вот Но потом, когда Он снова приехал на Чикет И он снова приехал с парапланом И вот Что значит мужественный человек Ему надо было преодолеть А он говорил, что появился страх Страх появился Это не так просто, ребят Оттуда сигать И он преодолел этот страх И я это видел При мне все это было И несколько раз его сделал И когда он это сделал Он сказал себе Я это сделал И подарил план Подарил параплан Сыну старшему Саше Горнею То есть он Вот он сделал это И больше ему этого не надо было Вот такой случай Давай поставим про горы Вот посмотрите такой клип Который мы сделали Из фотографий За бредный гора А Сереге в горах Чужой для тех Кто здесь ни разу не бывал Поет Валерий Михлюков А к тем, кто знает Кому он дорог Он в жизнь врывается И рад На повал Психи Больные люди Про нас знакомые С усмешкой И говорят И никогда им не понять Что заставляет нас менять Жил на лыж Дом на жесткую кровать Нет никогда Им не понять Что заставляет нас менять Жил на лыж Дом на жесткую кровать Город Волшебный город Для тех, кто видел Хоть однажды Этот снег Сады из камня И скал узоры Великолепие Хрустальных горных рек Люди Смешные люди Замучен жизнью Мой неистовый сосед Все что-то тащит в огород А сам ночами водку пьет И мне советами Проходу не дает Все что-то тащит в огород А сам ночами водку пьет А сам ночами водку пьет И мне советами Проходу не дает Город Город Великий город Где нет ни подлости Ни мелочных обид Где каждый знает Чего он стоит Где каждый умер струной Натянута и звенит Часто Когда все помнил 99-й год Северин Город Северин Северин Город Северин Это у мемориальной доски Юрия Висбурга Которую мы открыли В 2006 году На горе Чигер Это Сергей Бордон Справа В тележке Шендрик И слева Сергей На карнавале Горнолыжном Таня Иванова Город Северин Нам снятся гор И даже дом Во снах Своих и делах О них мечтаем О них мы спорим О них мы песни нашли Сергей Григорьев Космонавр Солнце И море света Здесь календарь Ненастных книг Разорван в крыск И что нам нежный кипарис Мы пьем Закон и пьем За риск За стакантов За верверки снежных брызг Над эльбрусом прямо И что нам нежный кипарис Над вершинами зависали Сережа снимал Носочный кипарис За стакантов За верверки снежных брызг С Игорем Латинсом Голый запретный город Чужой для тех Кто здесь ни разу не бывал А к тем кто знает Кому он дорог Он в жизнь Он в жизнь врывается И ранит На повал Тюменский Барт Гена Балахмин Такой справа Психи Психи Бальные люди Параблик 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 Закон и пенит Сустики Параблик Нет никогда Им не понять Что заставляет Нас менять Жилу на лыжи Дом на жесткую кровать Город Волшебный город Для тех Кто видел Хоть однажды Этот снег Сады из камня И скалку Собо написано Спустись на землю Великолепие Из древних Стальных горных рек Люди Это нас забросил В вертолёт Где-то на высоте Мы, наверное, Замучен жизнь Четыре с половиной Истовый сосед Все что-то тащит В огород А сам ночами Водку пьёт И мне советами Проходу Не даёт Все что-то Тащит в огород А сам ночами Водку пьёт И мне советами Проходу Не даёт Город Это в чуму Город Где нет ни подлости Ни мелочных обид Где каждый знает Чего он стоит Где каждый умер струной Натянут А звенит Часто Когда всё плохо И меркнет свет В глазах от боли И тоски Я в этот город Уезжал И с высоты На всё плевал Мой снежный мир Меня надёжно Защищал Я в этот город Уезжал И с высоты На всё плевал Мой снежный мир Он меня надёжно Содевал Юля Тимка Мой снежный мир Мой снежный мир О них мы спорим О них мы в песне Наши лучшие поём Солнце И море света Здесь календарь Ненастных дней Разорван Брызг И что нам нежный Кипарис Мы пьём За горы Пьём За риск За сталь контов За перверк И снежных Брызг И что нам нежный Кипарис Мы пьём За горы Пьём За риск За стар контов За... Спасибо А сейчас Коля Ещё один автор-исполнитель Заслуженный военный лётчик Полковник Николай Ясников Спасибо 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 С Серёжей Мельниковым Я познакомился Вот в том году Когда он на параплане Сел на... Я был тоже На крышу Автобуса И самое интересное Что когда он пришёл Об этом стол У него не дрогал Ни один нерв Внутри цели Он сказал Ну так как Получилось Не было нормальной Посадочной площадки Я Молодым Ну таким Ну Молодым Майором После Нескольких попыток Убежал Поступать в центр Подготовки лётчиков-вспытателей В Ахтубинске И там поступил В общем-то поступал Но Судья случилось так Что меня туда Не отпустили И мне очень жаль Потому что я Мог бы тогда поближе Познакомиться И с Сергеем Может в этой среде был бы И вообще Лётчики строевых частей Очень Всегда Относились Таким Уважением К лётчикам-вспытателям Когда Полк когда-то Переучился на какой-то Новый тип Всегда приезжал Какой-нибудь лётчик-вспытатель Который этот тип уже освоил И нас Лётчиков Помогал В АйТил Встроил на этом типе И мы всегда Очень благодарны И в общем-то Как благодарны Своим инструкторам Так и лётчикам-вспытателям Вообще За те машины Которые они испытывали Вот наверное Не все знают Когда Был самолёт Су-9 То была такая поговорка Конструктор сухой Самолёт сырой А лётчик мокрый Вот Потому что Очень тяжёлый Сложный самолёт А лётчики-вспытатели Это испытывали И запускали И когда Створки не открывались Открывались Вот И я Меня поразило Вот когда я был В Ахтубинске В этом центре В городе в этом жил Убежал в свой выпуск туда Потому что не отпускали И там есть Аллея героев Такая В этом В этом Ахтубинске Она прямо до Ахтубы проходит Где на этой аллее Написаны имена всех Кто погиб при испытании Авиационной техники Экипажи Лётчики и прочее Такая красивая аллея Она заканчивается Таким хорошим памятником По Ахтубы Вы наверное видели Да? Я Почему это говорю Одно дело Видеть погибших Лётчиков На Где-то на кладбище А тут все Перед всеми людьми В городе Я так считаю Что вот эти аллеи героя Должны быть вообще Во всех городах И так чтобы люди помнили И Ещё я хотел сказать Что вообще Вот она на меня Произвела эта аллея Очень большое впечатление Хотя Запал у меня не угас И прочее Ну Судьба есть у него Значит Вот И Я считаю Что Людчики не умерли Они всё равно погибают Потому что они до конца борются За свою жизнь Во все времена своей жизни Когда-то Такой же менталитет Такой же Настрой людей И вот они Поэтому и пыгивают Поэтому Вот у меня была такая Родилась такая песня Про Побежилёчек Я немножко Они ходили молча В тихий дом С полуночи покинув самолёты Тяжело изнурённые трудом Суровой облечённые заботой За ними тень металась по углам Нёс капитан В охапке Тугожатый Подбитый мехом Кожаный реглан И рваный шлем С глочками дымной ваты Их раздражал Не в меру Яркий свет Неводмутимость Мнимого покоя И понял я Что с ними друга нет Что прикрывал их там Над полем боя Ещё в глазах Мерещились мосты Клубки разрывов Чёрный дым парома И мёртвый истребитель Полверсты Не дотянувший до аэродрома Входил опять в бою Погиб шестой Реглан в крови И за утром Шлем пилота Усталость гнёт Но спать уж не охота Какой тут к чёрту сон Скорее в бой И небо стало Для друзей пустынь И оболил деревень В кроме Сгоревший истребитель Полверсты Не дотянувший до аэродрома На-на-на 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 Они ходили Молча в тихий дом Сполучи покинув самолёты Тяжелые и срывные трудом, Сурой обреченные заботой. На задней странице было написано, поступайте в авиационное училище, и каждый выбирал, какое хотел и пробивался. И конкурс в эти летные училища был, вот в наше училище поступало 3500 человек, поступило 359. Конкурс в летные училища, сейчас финансовый такой конкурс. И вот Сергей был в ЕСКОМА, я закончила Армавистское высшее военное училище. Я вам скажу аббревиатуру, чтобы там будут слова такие. АВАКУЛ, Армавирское высшее военно-авиационное разнаменное училище летчиков. И в училище было принято так, когда расставались курсанты, то они себе давали такую клятву, не клятву, но обещание, что через 20 лет на день выпуска встречаемся. Кто живой, кто где, встречаемся. И вот когда мы через 20 лет встретились, летчики все, и провели такую, как это, перекличку, то оказалось, что из нашего курса за эти 20 лет погиб ровно каждый шестой. И когда мы собрались после этого, меня это поразило, но и больше поразило другое. Мы собрались там на какой-то базе отмечать, вот это делать, встречу. И утром приехала мать одного нашего погибшего, бывшего курсанта, а потом майора, вот она приехала туда, чтобы повстречаться с выпускниками, накрыла стол и вообще очень помените моего сына. И после этого у меня прямо на следующий раз возникла песня. Через 20 лет, друзья, мы встретились, видно, срок тут быстро пролетел. Даже как-то мы и не заметили, кто как посетел, как постарел. Ай, сердце рвутся тихие слова, ну здравствуй, я вернулся, а вокруг. Ай, сердце рвутся тихие слова, ну здравствуй, я вернулся, а вокруг. Через 20 лет не все мы встретились, вместе нам не завидят забят. И не важно, кто был первым, третьим ли, с другом вместе парой не взлетаться. Положили скромно на плиту цветы, с водкой под краюхою стакан. В этом месте громко не звучат косты, вспомнили ребят и АТНТА. Вспомнили ребят и АТНТА. Через много лет, друзья, мы встретились, а где они, курсантские года? Песни расставания отметили, чтоб не улетать нам навсегда. И чтоб звучали мирно в небе голоса, и за рюмкой чая на земле. Вспоминать ребят веселые глаза, навсегда ушедшим в сизым лет. Вспоминать ребят веселые глаза, навсегда ушедшим в сизым лет. Через много лет, друзья, мы встретились, видно, струк тут быстро пролетел. Даже как-то мы и не заметили, кто как посидел, как постарел. Зеленье так же тихо и листва, в синим метод же звонки гуд. А из сердца рвутся тихие слова, ну, здравствуй, я вернулся, а в округе. А из сердца рвутся тихие слова, ну, здравствуй, я вернулся, а в округе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вынимайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Ланочка, скажи пару слов о папе. Лана Мельникова. Наверное, родным говорить тяжело, потому что глаза все равно на мокром месте. Но поскольку папа был веселым человеком, то сейчас бы он этого не одобрил. Я скажу, наверное, кратко. После его ухода я верю и не верю в чудеса одновременно. Просто потому что он был чудесным человеком и чудесным папой. И, в общем, я считаю, что это чудо, что у меня есть такой папа. А не верю я в чудеса, потому что я думаю, что всем нам казалось, что его сила, его мужество позволит ему преодолеть все и, наверное, справиться с любой задачей, даже с такой невыполнимой, которая перед ним была построена жизнью. Но все же вера в чудеса благодаря ему у меня больше. И я желаю всем вам, всем нам, чтобы таких чудес в нашей жизни было больше. Спасибо. Вы знаете, Сергей, кроме всего прочего, еще одно его хобби было, кроме параплана, мотоцикла, горных лыж, фотография. Он в шереме был с фотоаппаратом, у меня была сумка серая, и он катался с этим фотоаппаратом, не знаю, летал он с фотоаппаратом или нет. Вот, да. Вот, и поэтому вот мы сделали подборочку его фотографий, посмотреть, как он здорово снимал. Это его работы. Узнаете в главном Кавказском хребе Тулужба, Дангузарон? Это 2006 год, полное затмение. Три с половиной минуты на Щегете. Это ледник на Эльбруте. На третий чекен. Лавина. Мы сидели с ним у КФА. А это вершина Эльбруса. Мы с вертолета снимали, Сережа сидел, свесил ноги, патографировал. Вот лавина. С Серегки сошла лавина. Над землей лечу. С вертолета чигет, видите чигет, бугры, танечка на канатке, раз, без кресла. Мир и тепла, и света, и ветром, и снега, и громадина поднималась. Чистый, невесомый, зонт и склон гивы, я пролечу над ними, склон меня обнимет. Это ночной снимок чигета и освещенные сосны, великолепно. Словно брызги эти, невесомый светел, над землей лечу. Это он нас поймал, немножко так подровнял. При увези подъемник нас, от нужных дел и лишних фраз. От мудрецов и дураков, туда, где дышится легко, туда, где небо и полет, чего нам так не достает. КОНЕЦ Саша Низкий с Дербиловым, приготовьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас мы будем пригласить нас сына, Андрея Дербилова. Автор, исполнитель, с нами в горах, с Сережей Мельникова в горах. Сейчас нас порадут песни. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Я не состою в клубе «Щегите» даже. Нет, не состою, на двух столях сидеть невозможно. Но это не важно. Я всегда с вами. И, ну, собственно, с Сергеем я, наверное, родился практически в один год. И даже в июле в одном и том же месяце. И в начале 60-х, когда началось покорение космоса, я, как многие мальчишки, мои ровесники, говорят, что я мечтаю стать космонавтом или летчиком. Вот. Но скоро выяснилось, что меня мутит в автомобиле, тошнит на качелях, укачивает в самолете. Я летаю там с орлотным пакетом. Ну, и я даже, еще не читая Горького, понял, что рожденный ползать летать не может. Но я горжусь тем, что в моей стране есть вот такие люди, как Сергей Мельников, который может гордиться наша отчизна, жизнь которых представляет собой сплошной, хотя, может быть, многим незаметный подвиг. И поблагодарить, конечно же, родителей Сергея, которые сумели вырасти такого замечательного человека. Спасибо. У меня гитара совершенно новая, я еще не знаю, как она будет звучать. Песня из кинофильма «Не подсуем», но ее в фильме пел Олег Стрижанов. Птицы поют в сосняке придорожно, В ясное небо подолгу смотрю. Жить на земле и не петь невозможно, Это я точно тебе говорю. Надо друзей выбирать осторожно, Но без опаски вам сердце дарю. Жить на земле без друзей невозможно, Это я точно тебе говорю. Счастье порой понимается ложным, Счастье порой понимается ложным, Все же нужны паруса кораблю. Жить на земле без мечты невозможно, Это я точно тебе говорю. Счастье порой понимается ложным, Счастье порой понимается ложным, Счастье порой посетить славу. Жить на земле без любви невозможно, Это я точно тебе говорю Жить на земле без любви невозможно Это я точно тебе говорю Он военный летчик, у него более 160 боевых вылетов во время Великой Отечественной войны Но это, мне кажется, чувствуется в песне И еще споем одну любимую свою песню из кинофильма, тоже любимого, «Нормандия Нема» Татьяна Разлучались полночью туманною Уводила в бой меня звезда Распрощались с Таней, с Татьяной, с Татьяной Не забыть ее мне никогда, никогда Под огнем в погоду окаянную Деречье лицо со мной всегда В бой лечу я с Татьяной, с Татьяной С нею мне и горе, не беда, не беда Она стигнет в небе смерть нежданная Попрошу ее не побождать Чтоб могли бы статью статьяны С Татьяной Еще раз друг друга повидать, повидать Ну а там прощай, моя желанная Смерть отсрочек дважды не дает Эту песню с Таней, с Татьяной, с Татьяной За меня, товарищ, допоем, допоем Эту песню с Таней, с Татьяной, с Татьяной За меня, товарищ, допоем, допоем Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья. Дорогие друзья. Дорогие друзья. Дорогие друзья. Наш вечер потихоньку подходит к концу. Сейчас я попрошу Сашу с Андрюшей зайти вот туда. Спасибо. Андрюш Дербилов и Саша Нестей. Просьба зайти туда. Помочь нужно в бытовом вопросе. Девушки не нужны? Девушки всегда нужны. Девушки всегда нужны. Но сейчас без них обойдемся пока. Девушки приготовьтесь. Смотрите. Так. Давайте друзья. Больше всего на свете Серега не любил, когда грустно Когда у всех кислые лица Поэтому, я думаю, будет правильно Если мы сейчас эту песню споем Главные ребята Сердцем не стареть Песню, что придумали до конца допеть Когда-нибудь собрались мне В этот край таёжный Только самолётом можно доведеть А ты, улетающий вдаль, самолёт В сердце своём сбереги Кто не поёт, тот враг Под крылом самолёта о чём-то поёт Зелёное море тайги А ты, улетающий вдаль, самолёт В сердце своём сбереги По крылом самолёта о чём-то поёт Зелёное море тайги По крылом самолёта о чём-то поёт Зелёное море тайги Мчатся самолёт Мчатся самолёты выше облаков Мчатся чудо, похожие на больших орлов Мчатся на тобой, амия, знаешь, дорогая Лёд у нас в Жуковский Несколько минут А ты, улетающий вдаль, самолёт В сердце своём сбереги По крылом самолёта о чём-то поёт Зелёное море тайги По крылом самолёта о чём-то поёт Зелёное море тайги Зелёное море тайги Зелёное море тайги Упавший из люка радист Ура! Дождливым вечером, вечером, вечером Дайте, друзья, подходим и берём Пока пилотам скажем прямо, делать нечего Мы приземлимся за столом Подговорим о том, о сём И нашу песенку любимую споём Пора в путь, дорогу Дорогу к Данию, Данию, Данию идём Над милым порогом К очму серебряным тебе крылом Пускай зима забросит нас далёко Пускай ты к сердцу Только никого не допускай Следить буду строго Мне сверху видно всё Ты так и знай Мы не бравые Бравые, бравые, бравые Но чтоб не сглазили подруги нас кудрявые Мы перед вылетом ещё Их поцелуем горячо И третьим ходим через левое плечо Пора в путь, дорогу Дорогу Данию, Данию, Данию идём Над милым порогом К очну серебряным тебе крылом Пускай зима забросит нас далёко Пускай ты к сердцу Только никого не допускай Следить буду строго Мне сверху видно всё Ты так и знай Нам нынче весело Весело, весело Чего ж ты, милая, курносы Но с твоей села Мы выпьем лязь, мы выпьем лязь За наши славные удва Но так, чтоб после не болела голова Пора в путь, дорогу Дорогу Данию, Данию, Данию идём Над милым порогом К очну серебряным тебе крылом Пускай зима забросит нас далёко Пускай ты к сердцу Только никого не допускай Следить буду строго Мне сверху видно всё Ты так и знай Соседи скажут всё Ты так и знай Ты так и знай Ну всё Дорогие друзья Подходим Друзья, спасибо вам всем, что вы пришли на сегодняшний вечер в памяти нашего лучшего друга Серёжи Мельникова Давайте помянем, вспомним его Чем Бог послал Мы хотим, чтобы вы поблагодарили людей, которые сегодняшний вечер организовали Прежде всего, это, конечно, Вера Константинка Бенделин Наш потрясающий человек Который мы уже 15 лет дружим с коммунистами Музей Мояковского Большое спасибо Я сюда пришёл, Вера, в 1987 году Чёрт знает когда Во-вторых, большое спасибо Владимиру Давыдовичу Городзейскому Дорогие друзья Вы уже поняли Так что я Вот этот Он главный человек Он написал сценарий Он всех пригласил Он сделал так, чтобы у вас сегодня всё сложилось И звёзды сюда привели вас В-третьих, мы хотим поблагодарить организаторы Вас, дорогие друзья Потому что, конечно Конечно, это мы празднуем Мы отмечаем свою жизнь В которой правильные ориентиры Верные люди И надёжные друзья Где нет псевдо этих вот Мелькающих звёзд Надувных этих Воздушных шаров Пепси-колы И так далее Здесь настоящая жизнь Здесь настоящий Снег на чьи дети Здесь настоящий Лучший в мире самолёт Которого Всем Советским Союзом Вынашивали Нячали И люди, которые сегодня сюда пришли Это люди Которые сделали так Что Россия Великая страна Не потому что она большая А потому что у нее есть самолёт Су-27 Виктор Георгиевич Пугачёв Здравствуйте, праздник Дорогие друзья Иван Иванович наш дорогой Аплодисменты Дорогие друзья Вот это люди Которые сделали так Что мы сегодня Можно сгодиться тем Что мы русские Вот И Всем вам Самое главное Всем чедитянам И чедитянкам Всем Кто не члены клуба Всем кто сюда случайно зашёл Большое спасибо за то Что мы сегодня Прожили по-настоящему Этот великолепный день 4 сентября 2012 года Под эти долгие разговоры Можно подходить Вечер